В Молдове завершилась патриаршая программа Международного общественного фонда Единства православных народов «Голоса православной России». Настоящим подарком для жителей Приднестровского региона стал концерт участников программы в Тирасполе. Встреча жителей Приднестровья с камерными хорами Московской консерватории, Гнесинки и самого фонда состоялась на праздновании Дня города. Подробности у корреспондентов Восточноевропейского бюро нашего телеканала. Перед праздничным концертом в День покрова Божьей Матери, когда Тирасполе отмечает 220-летие своего основания, в резиденции главы Приднестровской Молдавской Республики состояла встреча президента Евгения Шевчука и епископа Тираспольского Дубасарского Саввы с гостями из России во главе с президентом Международного фонда Единства православных народов Валерием Алексеевым. Тирасполь стал вторым городом после Кишнева, где прошел праздничный концерт в рамках 12-й международной музыкально-духовной патриаршей программы «Голоса православной России». Выбор региона не случайен, пояснил глава фонда Единства православных народов. Почему Приднестровье? Ну, потому что часть нашей общей культуры, и нельзя оставлять без внимания этот важнейший регион, и не только с геополитической точки зрения, с точки зрения каких-то больших глобалистских конструкций мировой политики. Хотя, наверное, все это есть. Но все-таки именно потому, что это, еще раз подчеркиваю, это наши люди, это люди нашего общего мира, нашего пространства культурного, православного. Даже если хотите, это часть большого русского пространства, в культурном смысле я имею в виду. И здесь же просто много наших и соотечественников, которые являются гражданами Российской Федерации. Президент Приднестровской Молдавской Республики отметил, что такой духовный подарок от Фонда Единства православных народов весьма актуален. Ведь Екатерина II именно на церковный праздник, на покров Божьей Матери, подписала документ об основании Террасполя. Поэтому духовные традиции, духовное искусство здесь просто обязаны чтить. Такой концерт еще, такой великий православный праздник. Сам православный праздник знаменует для Террасполя дату формирования, создания Террасполя. Духовность – это то, что нас всех объединяет. Приезд в Приднестровье таких коллективов для нас означает то, что мы едины с Россией, мы едины с православием, и для нас это очень важное и значимое событие. Общность культуры, духовных и народных традиций показал концерт голосов православной России. В программе выступлений камерных хоров колледжа имени Гнесины, Московской консерватории и хора-классика Фонда Единства православных народов прозвучали как духовные песнопения, так и народные, авторские песни, специальные обработки для хорового исполнения. Особенно теплую реакцию зрителю вызвали Журавли, Яна Ценкеля, Катюша, Смуглянка, песни военного времени. Никого не оставили равнодушными народные песни, куда уж более чем русская калинка заставила аплодировать и подпевать весь зал, и депутатов из Кишнева, и руководителей Приднестровья. Долго не угасали аплодисменты и после духовных песнопений. За 20 послевоенных лет Террасполь, пожалуй, впервые услышал молитвы к Пресвятой Богородице, покровительнице и небесной заступнице города с ведущей сцены этого региона в таком исполнении. При зрителе мы выступали одни из лучших молодежных хоров не только России, но и всего мира. Твор Московской консерватории, например, только неделю назад сотрясал лучшие залы Японии. Мастерство, а главное исполнение с душой, и в Террасполе зрители оценили по достоинству. Я просто счастлива, услышав русское пение. У нас впервые такое счастье, такое пение мы слышали. И большое спасибо Савве, большое Кириллу спасибо, нашему президенту, спасибо особенно камерным хорам православной песни. Спасибо вам большое. Приезжайте чаще. Двойная, а с концертом сегодня тройная радость для жителей нашего преднестровского региона. Может быть, впервые, скажите, так вот, духоносно сегодня прошла эта встреча, потому что мы услышали эти хоры. Я благодарен Валерию Акальевичу Алексееву, который смог сорганизовать приезд этих хоров. И вот так вот духовно утешить нас вдали от России находящихся. Но, как сказал сейчас президент, действительно, мы малая республика, но мы часть России, мы часть всего того русского мира, которому прилежит и преднестровская Молдавская республика. Восточноевропейское бюро телеканала «Союз» Террасполь. Продолжение следует...